У-260. Многие просят рассказать по нему. Редко попадается. Второй раз, по-моему, за всю практику. Перестал работать. У человека сначала сгорел двигатель, он заменил успешно. Потом он все-таки перестал работать. То есть он вроде шумит, работает, но не брызгает. Стали разбирать. Какие нюансы отмечу для себя, для коллег в будущем. Двигатель маленький, маломощный. Это уже скажется вообще на работе, конечно. Но будет работать. Минус еще такой в чем. Двигатель лежит в корпусе практически без всего. Без корпуса какого-то специального. Без прокладок. Ничего нет. Просто вот двигатель кладется там, между ребрышками, прямо в корпус. Это большой минус. Начинаются подсосы всевозможные. Поэтому при замене двигателя надо очень четко габариты его ловить. Такие же, какие были. Иначе будет сифонит. Затем собрали. Корпус почему-то повело со временем. И плохо винты скручивают корпус. А как только щелочки появляются, то начинает сифонить воздух. Давление теряется, аппарат толком не работает. Пришлось даже какие-то винты заменить саморезами. Видите, насквозь проходит саморез, сквозь корпус. Только так он более-менее, эти щели стянули, более-менее работает. Так, винты. Прокладка. Очень важно, чтобы была герметичность в баке. Потому что туда нагнетается воздух. Прокладка родная уже в таком виде износилась. К сожалению, вырезание из резины тоже это временное решение. Резина быстро разбухает. Но, а что делать? Ищите силикон тогда. Христовой силикон. Вырезать колечко. Вот только так вот можно вставить туда и работать как-то. Такой минус. Еще один нюанс. Воздушная трубка, по которой воздух нагнетается в бак, тоже со временем забилась. Воздух перестал поступать. Вот тоже за этим надо следить. Там такая есть штучка. Заглушку вообще там убрать можно, которая мешает воздуху. Вообще воздух из корпуса должен в бак поступать свободно. Трубки тонкие, но с трубками тут ничего не поделать. Сколько порослужит. Когда уже переломаются, тогда придется менять на более толстый. Но это сложная задача. Пока оставили как есть. Аппарат с хоботом. Многие любят хобот. Я лично не очень люблю. Ну, оставили. Раз человеку нравится, пускай работает. Так, бак, корпус, двигатель. Все рассказали. И вот еще такой нюанс в конце. Такой вот сеточки поставили на фильтр. Фильтр поролоновый, но он стоит внутри. Соответственно, грязь попадает туда, и ее уже хрен вытащишь, хрен почистишь. Вот чтобы можно было чистить оперативно снаружи. Так вот сеточку такую металлическую поставили на саморезнике. И клеем залили. Сеточка из двух частей, потому что корпус разборный, раскалывается на две части. Вот такая вот сеточка. А тут можно будет сеточкой, или щеточкой чистить оперативно всегда вовремя. Ну вот, в принципе, так вот он маленький, но ничего, работает. Будет работать еще. Главное, щели. Щели подсосывать, вовремя устранять, стягивать. Ну, это минус, это никак не убрать, это минус аппарата. Дешевый корпус, дешевая конструкция. Ничего не поделать. Но человек работает, доволен. Так что будет. Такие дела. Такие дела.